Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Вы знаете, вот что касается любви, да, то у меня тут вот недавно был ответ, чем отличается любовь от любовной зависимости. Вот я вам рекомендую его послушать после вот этого ответа. Он небольшой, насколько я помню, и содержит чисто такую вот информативную составляющую в себе, то есть без разборов проблем. Дело в том, что любовь существует, но момент здесь, нюанс здесь такой, что любить умеет далеко, далеко не, любить умеет далеко нельзя. Вот. И нужно понимать это. Это достаточно четко. Вот. Дело в том, что любовью люди пытаются компенсировать, как правило, какие-то свои проблемы. Вот. И в таком случае это не любовь, а вот какая-то потребность, да, вот. Понимаете, в чем дело. И поэтому здесь получается такая крайность, например, что либо, условно говоря, человек цепляется за всех подряд людей, дабы быть в отношениях. Ну, чтобы просто находиться в отношениях. Либо человек воспринимает отношения, как что-то чересчур серьезное. Да? То есть вот такие крайности. Мне кажется, что у вас такая крайность именно вторая. Вот. То есть вы слишком серьезно воспринимаете отношения и как бы чересчур серьезно к ним относитесь. И из-за чего вам как бы все время приходится сталкиваться с некой такой опустошенностью, да, с некой такой неоцененностью может быть и так дал. Да, вот. То есть вообще глобально ваш вопрос, он больше про то, что вас тяготит и тревожит неопределенность. И то, что вы можете полностью доверять человеку только в том случае, если будете уверены, что он вас там, словно говоря, никогда не бросит. То есть, грубо говоря, вы не можете быть в отношениях, когда не уверены в будущем. То есть вот это вот вы хотите уверенность в будущем. Уверенность в будущем вы получить по понятным причинам не можете. И, соответственно, как бы возникает тревожность. И из-за этого, из-за этого вам кажется бессмысленно, собственно говоря, отношения из-за этого вам кажется проблематичными, отношения и так далее. Теперь обратите внимание вот на что вы говорите. Я почувствовал, что мне с молодым человеком моим спокойно, так как не было ни с кем другим. И поэтому я решил попробовать с ним отношения. То есть, что здесь? Спокойство, в первую очередь. То есть, это не желание сделать его счастливым. Это уже производное. А первоначально это то, как я себя с ним чувствую. Что означает, что любим мы не человека, в первую очередь, а своё психологическое состояние с ним. Это несколько разная вещь. Поэтому я не говорю, что вы его не любите. Я говорю, что помимо любви здесь ещё есть ваши проблемы, ваша тревожность, ваше чувство незащищённости, ваша внутренняя борьба с неопределённостью и, соответственно, какая-то обида, может быть злость на ваших партнёров, на окружающих людей. Зато что они вам не могут это предоставить. И есть ещё сомнения в себе. То есть, если человек спустя годы сомневается в отношениях, если человек спустя годы сомневается в том, что там, ну, грубо говоря, что вы та самая, да, та настоящая, та единственная, вот, то вы этого не понимаете. Почему? А вы сомневаетесь о своей привлекательности, потому что вы боитесь, что вас бросит, скорее всего. Вот. Ну так это же, с одной стороны, чисто ваше субъективное переживание, что вас бросит и так далее. А с другой стороны, ну, людей может меняться, люди могут меняться достаточно радикально. Людей может меняться всё, у людей может меняться, там, условно говоря, система ценностей, система приоритетов, вот. Все что угодно может меняться у людей. Понимаете, какая штука? У вас это спрашивает, скорее всего. Я в этом не уверен, понятное дело. Вот. Но мне кажется, что вас это спрашивает бухгал. Вот. И отсюда, соответственно, такая вот история. Ну и, условно говоря, вот ещё один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, любовь это не эйфория, бабочки и планы на будущее. Это у вас планы на будущее и семью, и ребёнка были. То есть, желание, опять же, какой-то определённости, стабильности и защищённости. Но это и не про доверие, а понимание и преданность человеку. Хотя это про уважение и про ответственность, и про ответственность. Любовь это скорее заинтересованность в личностном росте, в изменении человека. Любовь это безусловное принятие человека. А что у вас? Непринятие его юмора. Обиды на его юмор. Да? И восприятие отношений как работа. То есть, над отношениями нужна работа. Ну, может быть и нужно. Но не каждый человек это захочет делать. Не каждый человек захочется работать над отношениями. Что, в принципе, вполне логично. Вполне логично, что не каждый человек захочется работать над отношениями. Потому что хочется в отношениях всё-таки получать, ну, какой-никакой кайф. Какой-никакой удовольствие. Вот. А не работать над отношениями. По крайней мере, люди могут этого не хотеть. Работать над отношениями можно, когда происходят какие-то вещи. Когда, там, происходят какие-то травмы, и человек меняется неестественным образом для себя. В этом случае, да. Но в остальном случае, в остальных случаях, точнее, в остальных случаях, ситуация немножечко другая. И любовь – это заинтересованность в личностном розе и безусловное принятие партнёра. А для этого необходимо быть заинтересованным в личностном розе своём. И безусловное… для этого необходимо безусловное принятие себя. А этого, как мне кажется, у вас как раз и нет. И говорить обдуманное «люблю» значит осознанное «люблю». А осознанная любовь – это уже не любовь, это уже что-то другое. Если я могу объяснить, как бы, природу своей любви, значит, я уже не люблю. Это уже не чувство. Чувство по своей природе необъяснимо. А вы, вы объясняете. Вы, ну, хотели бы это объяснить. Хотели бы, чтобы «люблю» была обдумана. Вы чувствуете тяжесть любви. И считаете, что, как бы, что, ну, часто любовь – это что-то несерьёзное. Нет, здесь вопрос не про несерьёзное. Здесь вопрос про… про стабильность, про определённость, про предсказуемость, то, чего вам не хватает. Про возможность опереться, потому что вас что-то тревожит. Любовь есть здесь и сейчас. Она искренняя. Вот самая важная её характеристика, что она искренняя. Но она может закончиться, как и могут закончиться любые чувства. Это нормально. И мы не знаем, когда эти чувства завершаются. Это нормально, что люди расстаются, встречаются и так далее. У кого-то любовь может жить три года, у кого-то любовь может быть 33 года, а у кого-то и всю жизнь. Но здесь всё индивидуально. И когда вы говорите, что люди там расстаются и там остаются в одиночестве – нет. Вы говорите про то, что человек изначально был в одиночестве, изначально сбежал в отношения от одиночества, и этот страх одиночества по итогу разрушил его отношения. И человек опять пришёл к этому. Так же, как и вы. Так же, как и вы. Вы, я не знаю, с молодым человеком или нет, но условно говоря, ваши отношения, как мне кажется, перерастают в вас. Становятся чем-то отдельным от вас. Хотя это звучит странно, немного жутко, но это так. А человек уже становится не так важен. Понимаете? То, что чувствуешь я и то, что чувствуешь ты – не так важно. Потому что отношения – это серьёзно. На самом деле, для человека, который не ощущает себе, как бы, внутренних противоречий и проблем, довольно лёгок для того, чтобы вступить в отношения. Разобраться только в том, какие это отношения. Ну, то есть, идёт такой человек по улице, условно, и подходит к нему, там, ну, другой человек и говорит, о, ты мне понравился. Типа, давай, там, вместе проведём время. Та, без проблем. Провели время. О, типа, круто с тобой провели время. Дай мне, там, свой телефон. Я, там, тебе, может быть, позвоню. Та, без проблем. И, как бы, вот так оно происходит. То есть, пока мне всё нравится, пока меня всё устраивает, пока всё супер. Почему нет? Пока это то, чего я хочу. Но если я, условно, начинаю ждать того, когда мне этот человек позвонит, если я начинаю думать об этом на постоянной основе, ну, или, как бы, придавать этому большую значимость, вот тут начинается проблема. И обратите внимание, вы, вы начинаете больше думать о том, что вам с молодым человеком спокойнее. Вы начинаете всё больше и больше думать, и думаете, что это может стать основанием для ваших отношений. То есть, основанием для ваших отношений является ваше спокойствие. То, что молодой человек даёт вам ощущение спокойствия. И, соответственно, каждая проблема, каждая перипетия, и даже то, что вы не до конца его принимаете, становится угрозой этому спокойствию. А угроза – это некая тяжесть. Тяжесть – это искусственно раздутая ответственность. И поэтому молодой человек, скорее всего, тяготится, должен понимать, что, находясь в отношении с вами, у него очень большая ответственность из-за того, как вы воспринимаете отношения. Вот. А-а-а. И ему тяжело. Прямо это отношение очень серьёзное. Вот. А-а-а, я думаю, это примерно так. И, а-а-а, значит, а-а-а, условно говоря, а-а-а, моя гипотеза заключается здесь в том, что у вас есть некие страхи, у вас есть некая тревожность, у вас есть, а-а-а, некоторые конфликты, у вас есть вот, а-а-а, как бы, определенные деструктивные установки, которые… А-а-а, мешают вам быть более естественной, а-а-а, более спонтанной, а-а-а, более непосредственной, а-а-а, может быть. И, а-а-а, как бы, это вот, а-а-а, как бы, а-а-а, это и, а-а-а, как мне кажется, вот, а-а-а, сомнения в себе, некое обесценивание себя, вот, приводит к тому, как вы, а-а-а, как вы воспринимаете отношения. Вот. А-а-а, и… А-а-а, мне кажется, что, а-а-а-а, именно, а-а-а-а, такой, а-а-а расклад, да, а-а-а-а, и определяет ваш вопрос. Вот. И, а-а-а, соответственно, а-а-а-а, как бы, ситуация в том, а-а-а-а, хотите ли вы над этим работать. Понимаете? А-а-а-а, вы, а-а-а, вы, а-а-а, предъявляете, а-а-а-а, претензии людям. Вот. То есть, вы, а-а-а-а, как бы, говорите, почему я готовый работать над отношениями, а люди нет. Да, все очень просто, потому что, а-а-а-а, отношения не должны быть работы. Вообще-то, отношения, это отдых, вообще-то, отношения, то есть, естественно, естественное продолжение психологического состояния человек. Вот. И, как-как бы, как бы, работа над отношениями, это всегда компромиссы и изменения. А изменения, это, вообще-то, для человека, а-а-а, возможно, только естественно, сами собой. А-а-а, без, там, условно говоря, какого-то принуждения. Либо, когда есть очень важная цель. Понимаете? Вот. А-а-а, ради которых можно идти на компромиссы. Но, работать над отношениями люди, а-а-а, многие, многие люди, а-а-а, воспринимают несколько негативно. Их можно, их можно понять, в принципе, потому что человек хочет в отношениях все-таки расслабляться и получать какое-то наслаждение, удовольствие. Вот. А-а-а, как бы, опять же повторюсь, при условии, при условии, что у человека все в порядке, то есть, ну, как бы, а-а-а, при условии, что человек не имеет каких-то проблематик, да? Вот. А-а-а-а, ну, конфликтов внутренних. Вот. Потому что, если есть внутренние конфликты, то, естественно, эти внутренние конфликты будут мешать. Ну, вот. Значит, эм, дальше идем. Эм, так, э, у всех, так, э, уход и одиночество. Ну, повторюсь, одиночество – это состояние непринятия себя. По поводу смысла. Я не, я не думаю, э, я не думаю, что, э, э, смысл есть в чувствах. То есть, чувства вообще-то бессмысленны. И бессмысленно искать смысл в том, что изначально этого смысла не содержат. Но, э, смысл дает вам определенность. Дает вам на что отвернуться, потому что внутри себя такого ресурса, чтобы операться на себя, вы не ощущаете. Поэтому вы ищете эту опору вовне. А вовне эта опора на этой не получается. Поэтому вы упираетесь в бессмысленность. Я бы еще здесь вопрос поднял бы удобно, насколько полно вы реализуетесь. Как личность, как творческая личность и так далее. Эм, так. Расходятся даже самые влюбленные и серьезные пары. Ну, причины для расходов могут быть разные. В частности, причины для расходов может быть в том, что у людей просто конфликты. Как внутренние, так и межличности. Но, может быть, и чувства проходят. Это нормально. То есть, нужно понять, что ничего в жизни вечного нет. Как бы ничего, все имеют свойства изменяться, заканчиваться. И даже любовь, она меняется со временем. Почему люди не хотят работать? На этот вопрос я объяснил. Здесь вы говорите про свою незащищенность. Почему им легче, что где-то там их идеальное место, и что они будут счастливее? Это иллюзия. Вот это, как раз, иллюзия. Это неврастическая иллюзия. Потому что многие люди, у которых есть внутренний конфликт, не могут жить, условно говоря, здесь и сейчас. Они живут, условно говоря, либо в будущем, либо в прошлом. Вот. И из-за того, что человек себя не принимает, а вы себя, кстати, тоже не принимаете. Потому что, ну, по тем причинам, вот, которые я писал выше. Вот. Люди себя не принимают, и, соответственно, им как-то вот проще думать, что где-то есть место, да, идеальное, где они будут счастливы и так далее. Вот. Тут вы правы. Здесь вы правы. Момент здесь в том, что контекст несколько искажён, но в целом, в целом, да, в целом это невротическая базиса. Я бы сказал, что это некий инфантилизм, я бы сказал, что это иллюзия некоторых, но это иллюзия довольно полезна для человека, как он думает. Дальше. Почему мы держимся, держимся все на каких-то непонятных чувствах и вообще не ценим то, что строили все это время? То, что строят люди все это время, это иллюзия, на самом деле. Потому что, понимаете, строится быть. Привычка. Все это не имеет никакого смысла, если есть чувства. Когда есть чувства, то быть, быть, привычки, это естественное продолжение этих чувств. Все в порядке. Но когда чувства, например, проходят или изменяются, а быть и привычки остаются прежними, получается диссонанс. И этот диссонанс начинает конфликтоваться. Поэтому то, что люди, условно говоря, строят, это не имеет значения. Имеет значение чувства, имеет значение взаимодействия людей. Но строят, это как раз таки выбра того, про определенность, про защищенность. Я готова быть человеком всегда, если я решила, что он мой. Ошибка, потому что вы можете его разлюбить. И вашим человек быть не может. Это здесь некое чувство собственничества, мол, ты мне принадлежишь. Нет, никто никому не принадлежит. Если будет проходить чувства, то я буду их возвращать или находить им новое русло. О нет, это вы, Ирина, как мне кажется, слишком, ну, в некой людях живете, что человек способен своими чувствами управлять. Нет, нет. Человек может управлять своими мыслями, человек может управлять своим телом, но человек может управлять своим чувствами. Как вы не можете контролировать, словно говоря, ощущение голода, вы можете себя только обмануть. Как вы не можете контролировать ощущение голода, вы можете себя только обмануть или закалить. Точно так же, как все остальные чувства. Только более, более, скажем так, более тонкие чувства, такие как любовь, эстетическое чувство. Ну вот. Контроля не поддаётся вообще. Ну попробуйте, попробуйте, не знаю, обмануть себя в том, что вам нравится то, то в неких вот культурных историях, что вам не нравится. Ну, смотрим, как у вас это получится. Знаете. Дальше. Почему другие так не... Они не должны, и вы не можете. Знаете. Как проверить, что есть вероятность, что будет хорошо и должен закончиться, как вот раз? Нет. Такой вероятности нет. Вам нужно признать реальность, в которой абсолютно нормально, что всё не будет хорошо. Что есть вероятность позитивного исхода, а есть вероятность негативного исхода. Видите? Вы пытаетесь убедить себя от того, что будет хорошо. А это Элизия. И вы живёте в Элизии. И для того, чтобы поддержать эту Элизию, вам нужны отношения. Это не выходит отсидевшая проблема. Есть ли смысл верить? Как бы... Смысл верить есть только в том случае, если вера ни на что не влияет. То есть веришь, не веришь, а ты реально что-то делаешь. Вот. В таком случае вера, да, имеет... Ну, можно верить. Если нет зависимости от того, веришь или нет, ты делаешь. А если вера влияет на то, что ты делаешь, лучше не верить. Потому что... Могут быть проблемы. Помогите мне, пожалуйста, я уже не справляюсь одна. Ну, что это значит не справляюсь? Не справляюсь одна. Да, то есть что это значит? Вас оболевает тревожность, страх. Все. Это первое. Второе. Вы очень зависимы от общественного мнения. И вы, ваш молодой человек. Вы зависит от общественного мнения. Это проблема. Потому что ты не уверенны в себе. И мнение других может влиять на ваши взаимоотношения. Это раз. Два. Для молодого человека вы незавершенный гештар. Незбывшаяся мечта, которая стала реальностью. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что помимо этого должно быть что-то еще. Должно быть что-то настоящее. И что-то реальное. А для вас, молодой человек, это что-то дает вам ощущение, знаете чего? Сейчас я процитирую вам. Довольно большой текст, конечно. Так. Вот. Чувство спокойствия и комфорта. Спасите, вы переложили на человека ответственность за свое состояние. А без этого чувства. Ну вот, не ощущай вы его. Что бы было. И что будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Учитесь доверять себе, слушать себя, быть стандартным. Я желаю вам всего самого доброго. И надеюсь на обратную цель, когда вы все переварите то, что я сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok